...заниматься. Мы же уже не молодые, значит, как-то надо сделать, переходить, переживать. Джамиль, конечно, вы правы. Мы помнили полторы минуты, полторы минуты, дорогие друзья. Я сейчас слушаю. Посмотрите, какая тесная связь татарского языка, татар, русский и всех остальных. Гранзина вспомнили. А что Пушкин, наше всё? Пушкин про Карамзина сказал. Я даже свою плохую память запомнил. Он говорил. Карамзин, великий Карамзин писал свои, гениальный Карамзин писал свои великие вещи с татарскими ошибками. А что он дальше сказал? И не справлял из-за времени времени. Как надо тонко подойти. Не злобствовать. А вот он сказал. Ведь за недостачу времени. Посмотрите, вдумайтесь, какая связь. Он там не русоподствовал, не дотоработал, и твобия не было. Или ещё. Тукань. Гениальный Тукань. Что он мог сказать вот так, кто не знает литературу, кто не знает, точнее, жизнь нашу российскую, многонациональную. Он сказал. Пушкин и Лермонтов, как солнце возвысили, а я, как луна, их отражение. Он и их возвысил туда. И сам не остался в стороне, а я луна, их отражение. А вот у кого нам нужно учиться, у кого, друзья мои. Вот я говорил самого Буратского, что им про Карамзина. Вот ведь всё как связано в нашей жизни. И меня вот это, я не ожидал. Я тебе говорил сегодня, почему Бог не прийти-то. Я не ожидал что-то так интересно. Вот с песнями. Ну ещё с плясок нету. Ну я тут же спляшу и пойду. И пляски получаю. Спасибо тебе. Спасибо. Не зря светлый кощун, не зря награда городу. Вот это хорошо, это очень здорово. Но опять не могу не вспомнить. Опять насчёт девяти месяцев. Ну молодец, что ты, чёт девяти месяцев. Надо учиться нам вот так. Спасибо тебе. Чем не это говорить, секретарь Союза писателей СССР, который долгое время он был. Спасибо большое, Чем не это говорит. Буквально, две-полторы минуты. Когда мне выручали орден патриарха, сказали, вот, 8-90 лет, вот, вот, а то мы вас знаем, мы вас считали и так далее, и так далее. Я спрашиваю, который он наградил, говорю, отец Георгий, а можно мне что-то сказать? Ну, в Кремле награждали, да. А тут впервые. Он говорит, конечно, конечно, я, блин, уставь, может, я что-то не так сказал? Я говорю, вы всё правильно сказали. И говорю, отец Георгий, громко, в храм народов навалом, что же вы со мной делаете? Здесь столько молодых прихожанок красивых, а мы мой возраст, говорите. Гомерический хохот, веселье, и все пошли. И преподнесли вот такой сноб роз. Наверное, там было прилично. Вот она, душа, связана нас всех. Мы можем ненавидеть армяна, татарина, русского и башкира, еврея. А связь какая у нас? Которую мы сами не сознаём. Вот это хорошо, что мы сами не сознаём, о нашем велике Кении. Нам это напоминает. Мы приказали, приказали, что раз, как слово Дани, которое ждёт, не дождётся. И сразу же, после этого, после этого все, да, очевидите их после этого. А там скажите все. Пожалуйста, сколько. Благодарю вас за приглашение. Вот с чего надо начинать, вот с чего начинать надо. А лучше совершать их. Как всё приятно. Бедливый и мудрый, влюблённый в свой родной народ, в слова и песни своих отцов и деток, защитивших один раз нашу общую легендарную отчизну. Вот так пишут на вас пожелания крылатого и талантливого ощущения творческой высоты и радости. И это написал Валентин Сорокин. Мой учитель. Один из людей. Кстати, вы сейчас поедете, да? Да. Давайте. Голос мира. Классику. Пётр Ильич Яковский. Слова Пустина. День ли царит? Романс. Спасибо. Это прозвучит с хором детским в городе Селинограм. Мы можем все вместе. Петербурго. ПЕСНЯ 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 Чувства и песни силы Все, 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 все для тебя Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!